Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Как отмечает канал, после успешной военной кампании в Закавказье, военно-политическое руководство Азербайджана и Пакистана провело переговоры. Сейчас стороны обсуждают возможность создания оси Анкара-Баку-Исламабад. Еще один результат сближения Пакистана с Баку и Анкарой стал стратегический договор о получении пакистанских самолетов армии Азербайджана. Ожидается, что первый истребитель-бомбардировщик JIF-17 БЛАК-3 будет поставлен уже в феврале. В общей сложности Баку закупит у Пакистана 21 боевой борт. Представители ВПК Пакистана готовы предложить партнерам любое пакистанское вооружение и военную технику в неограниченном объеме. Бонусом станет стабильное постпродажное обслуживание. По словам азербайджанского политолога Тофи Гаабасова, сам Пакистан – это одна из растущих экономик с большим потенциалом, и ему нужны проверенные союзники. В этом отношении такой тройственный союз может оказать большой вклад в региональную стабильность и безопасность маршрутов. Плюс ко всему нужно сказать, что этот союз дееспособный, поэтому я особо хотел бы подчеркнуть роль Азербайджана, который своими усилиями сделал много важных шагов в направлении интеграции между исламскими странами и европейскими. Вообще, я бы разделил мусульманские страны на три категории. Есть страны-лидеры, есть страны-средники, а есть страны-отстающие. Первые – это драйверы, которые – эти страны, которые активно участвуют в созданных конфигурациях. А третьи – это страны, которые выжидают и не знают, как им быть. Азербайджан, Турция, Пакистан – это группа стран-драйверов, и они в состоянии создавать новый порядок в регионе, который будет отвечать интересам и ожиданиям соседних стран, которые озабочены наличием рисков и вызовов. Эти страны настроены на то, чтобы реализовать новые возможности, новый потенциал. Мне кажется, что процесс пошел обнадеживающим образом. Этот формат встречи станет частым фактором. Я не исключаю, что на каком-то этапе возможно, что состоится встреча лидеров этих стран, на которые будут подписаны новые соглашения, которые укрепят этот союз. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok